Привет, мои дорогие зрители! Видите же, у нас какой бардак. Вчера был ветер сильный. Мы даже этот зонтик занесли в зал, потому что он не складывается, и пришлось занести. У меня сегодня испортилось настроение с утра. Давно я не плакала. Плачу, плачу по любому поводу. По любому поводу плачу. Все началось с того, что мама моя звонила. Мама звонила, потом я поругалась с дочерью, написала гадости сыну, такая плохая мать. Что-то сегодня день такой, да, начинается. Тяжело. Вчера на Эфтар печень готовила. Вот будет кушать муж. Готовлю ему суп, Гелин Мерджевик. Так, я себе хочу приготовить сегодня пиццу. Пиццу хочу приготовить с такой капустой. Основа капуста. Просто обалдела. Вчера нашла рецепт. Вы мне извините, у меня такой слабый голос. Я наревела, сиюгу делала, ревела, и все. Что-то так стало как-то себя жалко за... Знаете, за что? Вот мы думаем, что... Нет, надо детей поставить на ноги, и все. Сначала надо это сделать, потом это сделать. Это не заканчивается их сделать. И в итоге, и в итоге, мои дорогие зрители, вот они нас так обижают иногда, но других детей у них нас не будет. Мы осознаем это. Ну, обидно иногда бывает. Так вот, ладно, все плохое в сторону. Надо все поднимать настроение. Сейчас буду готовить пиццу. Просто приготовлю основу. Дело в том, что основу нужно заранее испечь, а потом на него уже выкладывать, что хочу я. Колбаса, сыр, помидоры, грибы. Вот, для начала нужно основу. Вот я сейчас 3 часа дня хочу отвлечься. Когда мне плохо, мне нужно что-то делать. Поэтому я вроде бы и квартиру убрала уже вчера. Занималась генеральной уборкой. И то сделала, и все сделала. Поэтому мне нужно что-то делать. Толковое. Сейчас вот воду подогрею. Когда мы не кушаем, и посуды мало, и мусора мало. Вот такие вот дела. Да, вчера был наш кем на базаре. Что купил? Сейчас покажу вам. Авокадо купил. Капусту еще купил. Кабачки, огурцы, помидоры там. Этот купил. Вот. До этого. Яйца вот домашние у нас. Яйца такие магазинные. Как раз я сейчас 2 яйца использую для пиццы. Вот. Еще что есть еда. И праса, и мой суп для меня. Для него вот салат нарезала вчера из рокол. Видите, я так заранее делаю. Все как-то полуфабрикаты. Так, здесь я чуть-чуть бурак натерла. Это мне хорошо вчера заработало желудок. Это киревис, сельдерей. Ну вот, пойду сейчас готовить и вам покажу, как я делаю пиццу. Буду впервые делать пиццу из цветной капусты. Следующий этап я вот так на соцветии измельчила, промыла. И сейчас в этой миске погруженным блендером постараюсь еще измельчить их. Все-таки я решила сделать, измельчить в таком блендере. У меня же есть блендер. Посмотрите, как хорошо измельчилось. Что у меня получилось? Я добавила красный-черный перец, 2 яйца. Все это перемешала. Соль. Ну, можно приправы тоже, какие вы хотите. Я делаю впервые, поэтому посмотрим, сколько баллов я дам за эту пиццу. Вот у меня нету копирки, бумаги. Поэтому я на такой кальки нету, да. Ну, вот так это надо приготовить. И в духовку на 10-15 минут смотреть надо, чтобы они поджарились. Вот. А вечером я уже их, как говорится, оприходую. Сыр, помидорки у меня есть, по моему желанию. Суджук, если хотите, можно. Много сыра. Вот. Вот такой у меня будет сегодня вкусный. Что-то будет вкусное. Две таких пиццы. Попробуем, друзья! Покажу вам основу, которая у меня получилась. Сейчас я купила, с мужем ходили. Но на этой алюминиевой очень удобно. Видите, она, во-первых, прилипает. И не то. Сейчас, смотрите, вот моя пицца. Купили мы все. Суджу купили. Ой, какая вкуснятина, я представляю. Так что вот. Ихтар вот такой у нас печень сегодня. Тантони. Мы уже купили вяленые помидоры. Здесь уксус. Вода с уксусом. Зелень, авокадо. Ну вот и все. Я пиццу буду кушать. Мой муж Тантони. Сделаю сейчас себе айран. Дождалась, дождалась, дождалась я мою красавицу. Дождалась мою красавицу. Посмотрим, что из этого получится. Как вы думаете, два куска я съем или это много для меня? Такая пицца у меня получилась. Посмотрим на вкус. Думаю, что будет классно. Друзья мои, всем приятного аппетита. Это ихтар. У нас ихтар, сок, картошечка, салатики, вяленые помидорчики. Вчера купили. А это мой. У меня такой вот супчик. Никак не доем его. Ну я же не ем почти. На десерт. Йогурт с чья. Это жиры. Сейчас смотрите, что я делаю. Сейчас я буду... Он приготовила также сегодня спагетти. Никак вам не запишу рецепт. Сейчас яйца буду жарить. Вот такой у меня обед. И начинаем мы ихтар. С горячей воды, с уксусом. Приятного нам аппетита. Как он ждет, смотрите. Приятно пьется это. Вот знаете, если вы хотите привести себя в порядок, принимайте, пожалуйста, хотя бы начинайте с горячей воды, с яблочным уксусом и хорошим уксусом. И несколько раз в день можно. Одна столовая ложка на стакан горячей воды. Ой, друзья мои, дорогие, любимые. У нас весна, тепло. Мне уже жарко в моем спортивном костюме. Я взяла и жилетку с собой. Возвращаюсь. Возвращаюсь домой. Выбежала на часик. Хоть чуть-чуть шагов. Потом вечером зумба у меня будет. Потому что не было два дня на набережной. И душа требует, душа требует. Сейчас так много видео собралось. Стараюсь вам выкладывать их почаще в свои будние дни. Так что вы, пожалуйста, не забывайте поставить лайк. Подписаться на мой канал, мои дорогие зрители. Как я прохожу, как у меня идет это все интервальное голодание, этот уруч. Все отлично, замечательно. Конечно, трудно первые два-три дня. А потом все это становится в норму. Это, знаете, что? Это проверка своей силы воли. И мы все можем делать. Мы, наш организм, так устроен, что мы можем прожить без воды, без еды, без сигарет, без ничего. И когда ты понимаешь, что ты немножко сдерживая себя или много сдерживая себя в чем-то какое-то время, тем самым оздоравливаешь свой организм, так это же ради этого стоит жить. Вот на 52-м году жизни я начала осознавать, что такое диета и вообще. Что мы кушаем? Действительно, от того, что мы кушаем, зависит наше состояние, наше настроение, наше счастье, можно так сказать, да? Как приятно, когда ты стройненькая, да? И все можешь одеть. Нигде там не выбирает красиво одеться. Я не говорю, что короткие. Я не говорю, что короткие юбки там, еще что-то, но приятно, когда ты одеваешь, и тебе все подходит. Это плюс. Во-вторых, ты полна энергии, еда тебя насыщает. И вообще нетрудно. Я помню, 2-3 года назад я такое видео создавала, меня столько критиковали, я помню, мои хейтеры, столько критиковали, еще не на ютубе писали мне в личку, учили меня, как и что. И я не пила в тот момент, мне так было трудно, ни пить, ни кушать. А почему было трудно? Потому что я была зависима от сахара. Точно, от сахара, от сладостей, от углеводов, от фруктов. И у меня так сосало, мне так было трудно, и я вот все представляла, вот стакан брала, и как будто я пью воду. И вы мне там еще написали, что ты вообще уже полетела, психушку тебе надо, и все. А сейчас совсем по-другому, потому что нужно готовиться к этому, подготавливаться, чтобы так легко входить в пост и выходить. Вот, сегодня я планирую еще раз 48 часов поголодать. Поголодать хочу 48 часов. И многие врачи, коучи по интервальному голоданию практикуют клизмы. Клизмы – это непривыкание. Мы же не пьем слабители лекарства, препараты, какие-то порошки, бады очищающие. Они, к ним организм привыкает. А к клизмам организм не привыкает. Вот я слушала нескольких, и они рекомендуют, когда вы на 48-часовом голодании, в первый день сделать клизму, и на второй с утра очистить свой кишечник. Вот так они рекомендуют, не знаю. Но действительно, минус в том, что у меня нету каждый день стула. Я потом думаю, а чего у меня будет каждый день стул? Ну, поела я свою эту тарелку. В течение суток, это же не так много у меня еды там, да, собралось, чтобы это... Вот, хочу найти ответ на этот вопрос. Обязательно листула каждый день во время голодания? Откуда ему браться? Вот. Столько вопросов. А так все замечательно. С помощью этих очищающих происходят все процессы по опорожнению кишечника. Да, и обязательно во время голодания и не во время голодания. Извините. Надо пить стакан горячей воды пол чайной ложки гималайской соли. Она вот, посмотрите, как только вы выпьете, у вас энергия появится. Все, мои дорогие, так хорошо посидела здесь, просто покайфовала, с вами поболтала. Я живу в раю, сколько людей кайфует. Знаете, сейчас я вам покажу там на набережной. Там очень много людей пикники сейчас устраивают. Не все постятся. Так странно. И об этом сковородки, кастрюли все принесли. Посмотрю, сейчас покажу вам тоже. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и я, друзья мои. Видите, там сидят, кушают, отдыхают. Дали сумочки нам такие. Спрятала свою. Это вы знаете, что здесь не так уж жарко, а на солнышке жарковато. А травка, смотрите, смотрите, какая трава. Какая красивая она. Какая-то такая жирная все. Блестящая. Вот в такой жаркой стране такая зеленая трава. Это зависит от чего? От того, что смотрят, ухаживают за этой травой. Я иду к своей мечте, к здоровью. Красота. Красивый наш Мерси. Приезжайте в Мерси. Хорошие люди. Приглашаю вас в Мерси. А еще приглашаю в свою команду, в бизнес. В конце сентября у нас уже будет все. Старт нашего маркетплейса, мои дорогие. Успевайте как-то, как-то накопить в надежном бизнесе, в надежной компании с такой огромной историей. 14 лет и с такими инновациями, которые происходят сейчас на ней. запуск нашей будет в Метавселенной. Метавселенная это государство в виртуальном мире. Замечательное море. Видите, какое спокойненькое. Хочется самой наивозить его. отлив произошел, море насколько отошло. Как интересно, сейчас, видимо, лунное затмение было, да? Новолуние или полнолуние было, сейчас уже отходит. Вот, смотрите, когда луна уменьшается и отлив происходит. все связано, как интересно. Друзья мои, пошла я домой. Три часа дня уже в удильне прозвенел. У меня в пять вебинар. Добрый вечер, мои дорогие зрители. Я бегу на зумбочку. У нас так пахнет весной. Тепло так пахнет. В этот момент светут вот эти цитрусы. обалдеть. Вы знаете, сейчас вот в лифте сняла небольшую такую, такое видео сняла небольшое. И раньше вот с каждым годом все действительно становится, я становлюсь мудрее. Почему? Потому что я раньше много чего не понимала. Да? И вы тоже не думайте, что я, вообще не думайте плохо ни о ком, потому что неизвестно, что будет с вами через какой-то промежуток времени. Сегодня мы живем, завтра нас нет, и надо сеять только хорошие семена, друзья. Не надо негативить, не надо делать все плохое. Да, сейчас я вас и чу опять, но к чему все это я веду этот разговор? Что я тоже не знала, что и не понимала многих вещей в жизни, как, например, люди, которые находятся под обвалами домов, спустя 5-10-20 дней они их достают живыми, хотя они без воды, без еды оказывается в нашем организме столько способностей самовыживания. вот я наконец-то поняла теперь и смотрю все вокруг, очень много людей вокруг, не то, что все, очень много, вот только зайдешь в ТикТок, там, может, эта тема меня интересует, поэтому они мне все время выпадают в ленде. Я на 10-м дне голодания, я на 21-м, там, на 15-м дне, я на седьмом, я на третьем, людей очень много вокруг, которые задумывались о своем здоровье. Я, говорит, победила рак, говорит, меня сняли с учета, такие истории, такие истории, это так на меня подействует все, мои дорогие зрители. Да, у меня, знаете, сколько искушений, сейчас мужу сказала, подружки мои собираются, хотят собраться на партии, я не, я так неожиданно собрались после фотосессии, естественно, я бежу бегом домой, потому что я не могу их подержать, я не кушаю, я, ну, не пью, не курю в этот момент сейчас, и мне будет как-то тяжело, в принципе, может, это испытание тоже какое-то, да, и надо хочется все бросить, съесть кусок торта, съесть кусок, съесть вот это вот сладкую фрукту, ой, как хочется, сейчас увидела на базаре, столько у меня искушений, надо побеждать, так вот, мои дорогие, я вышла уже сюда, в остановку, так вот, мужу говорила я, что столько искушений аж кем в жизни, и как мне тяжело, так, но надо бороться, а с другой стороны, хочется, да, покушать, выпить, оторваться, думаешь, раз в жизни живешь, да, а потом думаешь, когда ты смотришь на себя, блин, и я сколько времени не принимаю лекарства от щитовидки, и, друзья мои, и у меня нету такого состояния, как с этим лекарством было, вот я сейчас думаю, что это было, вот, когда я все убрала, эти углеводы, и стала на интервальном голодании, заниматься аутофагией, то есть заниматься, когда больше 18 часов организм голоден, у него происходит аутофагия, это лечи, поедание собственных плохих клеток, и это идет как ремонт, ремонтирование организма, столько в нем всего интересного, и я даже не думала раньше, как это я так буду без воды, как я так буду без еды, все можно, все может организм, мои дорогие, и вот сейчас и минуты искушения есть, и потом с гордостью идешь, блин, какая ты молодец вообще, для тебя никаких нету преград, иди к своей цели, и я как танк пру, так что, мои дорогие, стою на остановке, и горжусь собой, вот что сейчас я иду на зумбу, сейчас у меня мозги, все по полу, в моей голове, от моих танцев, все сядет на свои места, все по полочкам разложится, и жизнь продолжается, мой муж то же самое, я не ожидала от него, что он столько времени будет на посту, молодец он, но я в этом его поддерживаю, я с ним до пяти часов, до четырех, до пяти сижу, жду, пока он заснет, ну, это можно сделать ради моей цели, чтобы мой муж был здоровый, и может в каком-то видео я вам говорила, о том, что мой муж меня не поддерживает, я так хочу его подлечить, я так хочу, чтобы он пришел в форму, я хочу, чтобы он бросил курить, и я так хочу этого, я так хочу, потому что он мой любимый человек, он мой любимый мужчина, он любимый мой муж, который заботится обо мне, я очень хочу, чтобы мы долго жили, и сейчас уже, знаете, вот люди, возраст изменился, пенсионный, почему? Потому что люди начнут скоро жить, до 117-120 лет, вы представляете, а мне только 52, да у меня еще 70 лет впереди жить, так что, друзья мои, переходите на здоровый образ жизни, не, иногда надо себе позволить что-то, вот как это все будет происходить, вот это вот мне тоже надо изучать, но все, мой автобус приехал, я сажусь, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok